Добрый день, друзья! Сегодня у нас в студии Клаудия Заика. Клаудия, здравствуйте! Здравствуйте! Клаудия, вы и тьютор открытого университета, и project manager, и account manager. А если бы вас попросили представиться одним словом, словосочетанием, то что бы вы выбрали и почему? Конечно, я бы сказала, что в первую очередь я женщина. Какие бы технические позиции я не занимала в компании, в первую очередь, даже если ты strong manager в большую технологической компании, ты должен осознавать свою сущность и в первую очередь отталкиваться этого, и это должно помогать развитию человека в его карьере. А карьера — это не только профессиональные навыки, это еще и софт-скиллы. Если ты осознаешь свою личность, свое позиционирование в этом мире, это помогает развивать твои карьерные навыки тоже, профессиональные. А вот какая проблема натолкнула вас на мысль связать свою жизнь с project manager? Очень сложно мне определить какую-то проблему или триггер в моей жизни, который развернул меня в проектный менеджмент, потому что и в школьные годы, и, наверное, в университет, и даже в отношении с моими друзьями я очень часто занималась какими-то организационными вопросами, то ли это подарок учительнице, то ли это организация, там, сбор денег на поездку какую-то, там, купить билеты. То есть это было стилем моей жизни. Вот в какой-то момент, когда я пришла в компанию, в IT-компанию, то есть я занималась тестированием программное обеспечение, ну, то есть таких людей видно, которые готовы брать на себя ответственность и организовывать процессы, и не только делать какие-то технические задачи. Соответственно, то есть стиль жизни стал моей профессией. А от чего боялись на первых порах? Что мешало вам в вашем становлении проект-менеджера? Я даже не знаю. Наверное, на первых порах это была неуверенность в себе как менеджера, который... Ну, вот ты в какой-то момент времени работаешь с людьми, которые на такой же позиции, как и ты. И через некоторое время тебе говорят, а сейчас ты становишься их руководителем. Сейчас в IT-компании, в IT-тусовке не любят слово руководитель, да? Но как бы там ни было, то есть менеджер – это руководитель. Да, у него какие-то свои ответственности добавочные. И было сложно, наверное, переступить вот эту грань, что дружба дружбой. То есть раньше мы работали, эти сотрудники были твоими друзьями, а завтра ты становишься их руководителем, и уже ты от них... То есть хорошо, когда все хорошо. А когда все плохо, то тебе нужно, с одной стороны, нажурить этого человека, с другой стороны, придумать варианты реализации задачи, там, покрытия рисков, я не знаю, решения проблем, решения конфликтов – это не всегда позитивные эмоции. Вот, наверное, вот это был какой-то переломный период, и я пропускала эти эмоции через себя. То есть чем дольше ты работаешь на позиции проектного менеджера, тем более техническим, наверное, ты становишься в плане использования тактик и методологии для решения конфликтов, то есть для решения вот этих негативных вопросов в проектном менеджменте. А вот что вы почувствовали, когда сделали свой первый шаг, ваш первый успех? Первый успех в проектном менеджменте – это, знаете, для меня это равносильно и как-то и по чувствам, и по достижениям, как пример, когда вы сдаёте экзамен в университете. Вы готовитесь, вы учитесь, вы тратите свои ночи на достижение результатов, и вот наступает этот день, когда вы сдаёте, всё хорошо, и появляется какое-то чувство опустошения с одной стороны, а с другой стороны вам хорошо и у вас бабочки в животе, вот как-то это вот так вот. Бабочки в животе, а вот тут поподробнее, это как? Как это можно описать такое ощущение? Я думаю, что это связано с физиологическими изменениями в человеке и какими-то позитивными гормонами уровня окситоцина, вот… Это не как… Это счастье или что-то ощущается? Да, да, на самом деле, вот… Ну, окситоцин у женщины поднимается на высокий уровень во время родов, например, да? Вот, то есть это и счастье, да, в каком-то плане, и чувство удовлетворённости того, что процесс закончился, да, рождение какого-то ребёнка. Вот это вот, наверное, где-то очень сходное чувство с достижением каких-то результатов. Так вот…